И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, по счёту у нас будет 304 серия, 303 я пока что скипнул, потому что она является филлером, её мы посмотрим как-нибудь позже, как-нибудь потом на ближайших из стримов, из стримов, да, вот, а сами приступим к 304, собственно, у нас продолжение вызова 5, нападения, скажем так, Так, вызова 5, продолжение всей этой бомбёжки, Луфи всё ещё продолжает сражаться с лучи, вот, так что да, будем смотреть где и как оно всё будет дальше развиваться, но перед этим не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, а также подписываться на Телеграм и на Твич, ссылочки которых находятся в описании под каждой реакцией, причём на Твич, да, подписываться стоит, чтобы вы знали, и даже не на Твич, больше на Телеграм, да, чтобы вы знали именно когда и где, Ну, когда конкретно буду запускать тот либо иной стрим, на котором мы как раз таки будем смотреть фидерные серии One Piece и не только, так что да, ребята, всё, всем желаю приятного просмотра и погнали! Сколько же у них там снарядов в этих кораблях, да? Повторяю, цель пират Магевара Луфи и его команда приблизительно 60 человек, уничтожить всё на острове правосудия, а не с лобби! Ты же начинаешь понимать, что хихоньки-хахоньки кончились, что всё серьёзно! Огромнющие просто кораблю, ты посмотри на их! Да, ведь здесь я! С моим отцом так же было! Мистовый огонь уничтоживший всё, миновал его! На твоего отца упиздили бы нахер! Просто он успел ноги вынести! На мосту сомнений не стрелять! Эй, поймите! И поймите, да, то, что атакуют мост не из-за того, что находится на нём с пандом, который нахуй вообще не срался правительству, получается, а потому что там находится Робин! Здесь мы в безопасности! Всё благодаря мне! Робин на мосту не встанет! Начнут атаковать и мост! Безумие! Эй, ты! Ну, Робин, паническая Натаха, это понятно! Ну, нужно как-то в этот момент себя перебороть! Не могу перестать трястись! Перебороть, чтобы попытаться хотя бы уйти! Объединиться с остальными! Ну, желательно, Фрэнке просто взять её на руки и унести! Атаку! Селяхара! Оплот историков и археологов! Уничтожить демонов Ахары! Ваимя права судья! Уничтожить демонов Ахары! Уничтожить демонов Ахары! Ахары! Вызов пяти! Безжалостная слепая атака! уничтожающие все царским огнем это кошмарная трагедия повторяется но тут согласись ситуация слегка иная да у нее также здесь она понимает что это мой что может быть от этого кто не уйти и что есть вероятность того что все погибнут и здесь есть дорогие люди то бишь мугивары да но конкретно именно они с лобби вряд ли дорогое для нее место дозорные вряд ли для нее тоже где-то как-то именно дороги да поэтому здесь ситуация отличается в корне от того что произошло сахара я все равно понимаю ее панику но потому что это просто этапе это психика это психика то есть это атака в то время когда она была ребенком разрушила ее психику то есть это заставило ее бояться этого да это именно вот вызов пяти это то чего она боится больше всего на данный момент больше всего в этой жизни ну и непосредственно конкретно конкретно именно аокиде она тоже боится собственно тоже по понятным причинам вот но ситуация все равно отличается я не собираюсь на нее давить чтобы она тебя взяла себя в руки я не собираюсь ее где-то как-то именно осуждать что она сейчас не может двигаться и что она трясется и что она не может встать и где-то как-то именно пойти попытаться убежать нет осуждать ее не собираюсь нужно время нужно время для того чтобы где-то как-то от этого отойти а еще лучше наверное больше как ты на этом что на это может повлиять если нужно Фрэнке ее взять, отнести. И вот когда они разберутся в случае, все, и смогут уйти с этого острова, при этом оставшись живыми, каждый из Мугивар, это будет шаг на пути к тому, чтобы она перестала бояться этого вызова. Хотя бы так, как она боится его на данный момент. То есть у нее хотя бы будет понимание, что этот вызов, это не означает с точностью в 100% смерть для всех. Что можно от этого уйти. Что можно спастись. И это уже шаг. Понятно, что бояться она все равно этого будет, потому что побег и то, что вы убежали, это не значит, что вы справились с этим вызовом пяти. Вы просто миновали его. Убежали от него, да? Вот. А они победили их всех. То есть все равно боязнь будет. Но уже не такая. Уже хотя бы где-то в следующем где-то каком-то случае, если что-то подобное будет происходить, у нее не будет такой паники, что она не сможет двигаться. То есть она сможет где-то как-то именно рассуждать уже более здраво, трезво. недовольны и гибальники. Жених нам приказать. Мои слова открыли мои раны. Могу я попросить не так сильно меня трясти? Ну-у. Издеваешься? Сейчас побежишь сам. Ты не мог, когда мы тебя подобрали? Вы просто плохо смотрели. Ваш лидер серьезно ранен. Да, давай. Все его ребра сломаны. Все шесть. Угомонись, у тебя их куда больше. Не жуя. А, вот кстати, хотите, расскажу вам секрет своего нового оружия, как будто. Объясняю. Как будто оружие Согики... Давай. обломали все 10 их больше стал много больше плечо опер туз это залпы дозор таки взялся за дело ура ура залпы залпы знаешь это тебе не ферверки это да где сейчас луфи не поверишь пиратка помнишь дверь через которую мы прошли это брать пиратик ее сломал луфи да а потом он стал малипусенький такая умора малипусенький было дело не пиздит малая вот сейчас перевели уже не третий уровень третий гир перевели кстати вспоминаем то что луфи когда дрался с бруно после использования второго гира он хотел использовать третий то есть у него были на это силы были на это возможности это значит то что сейчас он вышел со второго уровня да он закончился со второго гира и противостоять в своей обычной форме против лучи форме зверя не предоставляется возможным не видится возможным то есть лучше явно сильнее значит луфи может использовать третий который мы кстати еще не видели мы видели подготовку мы видели последствия удара но не видели как это выглядит как связано крушение двери с уменьшением интригует не то снова братик пиратик просто висим чак оставим сейчас не до этого вода шуметь чтоб впереди его ну сейчас увидим что это главное не останавливаться вперед и только вперед с большой гордостью всем прилагающимся вот это моя ба он такого вы не ждете и этаж на какой скорости это вода даже бабуля охуела а бутылку выбора бутылку выбросила кокора ебать бутылку выбросила нахуй был ли кто в тоннеле или нет больше его использовать не получится здесь мы тоже считай под водой то что я и говорил то что лучи сможет таким вот образом выбраться и не бояться воды новое поле боя а вот здесь нас вода уже не достанет слышишь слышишь залпы кораблей наш луфь и лучше тоже боится воды нам это понятно но просто он ушел не из-за того чтобы луфи где-то именно там оставить а из-за того что тоже не хочет сражаться там где рядом вода опасается ну тут он на нервы да как бы давид чтобы луфи начал волноваться именно за за своих накама и чтобы начал действовать действовать это так-то именно опрометчиво с чем бы им не пришлось столкнуться они выживут вера в накама пойду помогать одним ты убьешь остальных накама поэтому я не спущусь тебя глаз на тонн и хочешь больше аниме началось знаете я тут какой-то странный звук слышу помолчи блин спешим потеряли героя для звука на самом деле такой устрашающий да особенно вспоминаешь именно звук когда впервые вы его услышали сразу с этой картинкой которая сепии такая была какое странное ощущение хоть вы не хотите меня слушать ответственно заявляю с той стороны доносится у меня добавилось сломанных костей каждая кошечка на моем теле сломано сейчас воссоединение будет команды а если проделать дыру тоннеле сбоку ну не вся вода часть же воды будет утекать как-то зоро может спокойно разрезать причем ювелирно и причем не одну дыру при этом чтобы туннель остался в целости но да его все равно будет то есть им путь туда заказан надо именно плыть а плыть столько времени и под водой воздуха не хватит но хотя бы смогут обратно убежать да ну то есть будет проще вода не так сильно будет нагонять просто прирожденный лидер только дурак такой оляпнет вот только сможешь ли ты это выполнить это ajudалось даже твоя смерть ничего не изменит оlaim ааа вы 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 они аааа ахахаха ааахахаха Я приказываю схватить Микоробин. Когда всё кончится, я стану мировым героем. Даже штабная пятёрка понимает это и не смеет и дулом винуть в моё направление. Ой, долбоёбина. Ну да. Это факт. Бритва. Бритва. С наглости бросить вызов мировому правительству у тебя хватило. Но вот силы противостоять мне нет. Ооо! Хорош! Хе-хе-хе-хе-хе. В полёт лучший. Летающий шиган. Щелбан. Пробил. И тройной щелбан. То есть с помощью способности можно как пулями атаковать, да? При этом, ну. Оружие при неимении оружия. Тобусиган. Огненный щелбан. Не-а-а-а-хе-хе. Луфи только дефое. И дефое, телом даже не контрит пока. Ну то есть, как я и говорил, против луча в такой форме, Луфи в своей обычной форме. точно разочаровался бы и от былой силы не осталось и следа снова второй gear хочешь чего-то серьезного нет это стойка для гера меняем тактику 3 gear ну-ка костяной баллон костяной сила переходит от одной кости к другой смотри мне выйдет что-то мне кажется что сейчас напугает даже при такая вот это удар но в принципе шо ожидать он ворота тогда разъебал эти верни двери металлические так ну такая такая им как бы он такая и им же тем телом лучше он разрушила это но ебать громадный кулачина продолжение только на анимедия . тв перевод костян озвучил шачкулачина всем кулачином кулачина бля поначалу он не выглядел таким большим ну то есть больше явно больше он не таким каким был показан в конце пиздец но еще не ясно то есть это сильно это очень сильно мы помним что такая это превращение тела как будто бы сталь луфи стали разъебал до этого причем без каких-то особых проблем то есть это должно нанести вред лучи должно пробить его такая обязана пробить потому что пока что нам показали что он просто телом лучи разъебал эту башню которая как бы они сражаются да но не показали отразилось это как-то на лучи или нет мне кажется что да но и не забываем про побочку луфи во первых после второго гира не подкрепился не кушал при этом он уже его использовал 1 потом использовал 2 использовал 3 гир 1 сейчас 3 гир 2 все это время сражается физически это затратно в плане по силам все это время он также и огребает ну получает где-то какие-то ранения и удары да причем сильные чувствительные да исходя из всего этого то есть побочка от третьего гира то что он становится маленьким и какое-то время вообще не может сражаться это проблема это большая проблема и тогда он после использования третьего гира пробыл в этой форме не то чтобы прям какое-то длительное количество времени да но недолго непонятно сколько времени понадобится сейчас и сколько времени в общем у него есть для того чтобы использовать этот ритий гир то есть это только для одного удара или он может еще несколько ударов такой вот форме нанести и да лучше сейчас не уворачивался потому что он был уверен на сто процентов что он выдержит своим тк им этот удар он не увидел в этом ударе что-то серьезное недооценил явно да но случае где-то какого-то второго удара если луфи захочет такой нанести лучше уже будет ожидать и будет понимать что этот удар пробивает к мир тк если он пробьет его конечно же в чем я практически уверен и он уже будет не пытаться контрить его тк им а именно уворачиваться а увернуться можно потому что это атака я не видел не увидел того что она прям очень быстрая то есть скорость у него во втором гире скорее всего в третьем гире у него физическая мощь но при этом скорости таковой нету а значит используя как бы силу рукушики он сможет избежать этого удара но про лучше поэтому даже если луфи способен нанести несколько ударов их можно нанести только в момент когда сейчас на данный момент если он пробил лучи и лучи слегка будет ошарашен именно вот это вот время когда он вот в таком вот как это ахуе не то слово просто таких вот типа непонятках да из за того что все пошло не так как он об этом думал да он какое-то время должен ну нужно пройти должно пройти чтобы прийти в себя лучше и вот этим временем можно воспользоваться чтобы въебать ему еще несколько раз если луфи на это способен но это мы уже узнаем смотря следующую или следующие серии но конечно да то есть нам считайте войне с лобби в одной арке показали собственно можно сказать два а по луфи второй гир и третий гир до скорее всего это ну знаете вот какое тоже предположение что луфи не мог сразу использовать свои где-то как-то именно возможности которые он приобрел от фрукта без резину да так как он использует это сейчас все это приходило с опытом с годами с участием в боях так или иначе он становился сильнее изучал какие-то новые где-то какие-то техники как по новому использовать те способности которые у него есть исходя из своего фрукта сейчас он нашел доступ ко второму гиру к третьему гиру но это наверное не полная их форма неполноценная сила то есть это еще не изученное поле для него то есть он их активировал он использует что-то базовое что подразумевает 2 и 3 гир то есть он использует базу также как он только-только съел фрукт и только съевший фрукт будучи маленьким он использовал базу постепенно начал обучаться становиться сильнее сильнее я предполагаю что 2 и 3 гир это что-то вроде этого то есть что это не полноценная сила этих способностей а базовая сила этих способностей то тебе дается с открытием вот этой способности но также находясь в этой активировав получается эти гиры наверное можно где-то как-то именно улучшать где-то как-то придумывать какие-то новые комбинации новые какие-то атаки да тем самым делая эту способность еще мощнее и сильнее это было бы логично иначе показывать два гира в одной арке с учетом того что у нас я не знаю сколько в общем этих там гиров будет да но и исходя из того что нас уже ждет до дохренали он серий нас же нужно где-то как-то постепенно удивлять нам нужно что-то показывать да луфи должен апаться луфи должен становиться сильнее значит наверное а по это будут не только гиры а какие-то еще может быть способности появятся связанные вот со вторым и третьим гиром либо что-то еще но что непонятно но уверен как ни крути что это все будет все равно интересно я думаю что все то что я сейчас сказал наверное и сам о да тоже брал в расчет вот поэтому как бы все будет все будет все будет постепенно но не сразу и это хорошо так что да будем конечно увидим где и как и что произойдет случай после этого удара в следующих сериях а на этом моменте буду ребята заканчивать буду с всеми прощаться надеюсь что вам понравилась эта реакция и всем тогда доброго дня доброго вечера увидимся уже совсем скоро в новых реакциях на это аниме так и на другие и всем пока пока а